Шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о Мезузе. Наши мудрецы говорят, все буквы, которые мы видим в Торе, это суть проявления 22 потоков Божественного Света, Огод, находящихся в высших мирах. Эти потоки, дорогие друзья Божественного Света, передают свой свет буквам, откуда и берется святость самой Торы, святость, свитка Торы, Тфелина, Мезуз и всех священных писаний. В такой же святости, в которой они пишутся, возрастает влияние и энергия потоков Божественного Света на сами буквы. Поэтому свиток Торы, в котором есть одна ошибка, очень маленькая, полностью не кошерен, ибо высший свет через него не проникает, как должно было быть, передавая святость народу посредством его чтения. Каббала, мистическая часть Торы объясняет, что мир был создан или сотворен с помощью этих 22 видов Божественной энергии. Именно по этой причине любой недостаток в написании или в расположении Мезузы может прервать поток энергии, идущий сверху. С другой стороны, правильное написание и расположение Мезузы может принести своему владельцу безопасность и изобилие. Текст Мезузы состоит, дорогие друзья, из двух отрывков из пятой книги Торы Дворим, в которой говорится об одной заповеди Мезузе. Эти две части – одно из самых важных молитв Шма-Исраэль. В них, в этих отрывках, содержатся основные принципы нашей веры, такие как вера в единого Бога, необходимость быть преданным Ему во всем. На обратной стороне пергамента Мезузы нанесены три еврейских буквы – Шин, Далит и Ют. Они составляют одно из семи имен Всевышнего – Шадай. Это слово представляет собой аббревиатуру слов Шомер для тот Исраэль, охраняющий двери Израиля. Мезуза охраняет еврейский дом вместе со всем, что в нем есть и всеми, кто в нем живет, даже если они находятся вне дома. Об этом сказано в книге Тегелим. Господь будет хранить тебя, когда ты отправишься в путь и когда станешь возвращаться отныне и вовеки. За соблюдение заповеди о Мезузе Тора обещает долголетие, сразу после упоминания о Мезузе сказано, дабы продлились дни ваши и дни сынов ваших. Мезуза, дорогие друзья, находится непосредственно на входе в частное владение, в месте соприкосновения двух сфер жизни человека – личной и общественной. Каждый раз, когда мы выходим из дома или входим в него, Мезуза на нашей двери напоминает нам о том, что Всевышний, Он везде, что Он все видит и Его власть не имеет границ. Мезуза заставляет нас отвлечься от повседневных забот и осознать, что нет на свете ничего вечного и незыблемого, кроме Всевышнего. И не для человека иной возможности быть близким к Нему, кроме как следовать Его воле. Заповедь о Мезузе помогает нам посвятить все наши дела и помыслы Всевышним. Поэтому принято, проходя мимо Мезузы, целовать ее. Обычно прикладывает к Мезузе палец правой руки, а затем целует его, как бы давая Мезузе поцеловать себя. В Иерусалимском Талмуде рассказывается, что рабе Ягуда Анаси получил однажды очень ценный подарок от могущественного иноземного царя. В качестве ответного подарка рабе Ягуда послал Мезузу. Это вызвало, конечно же, чрезвычайное неудовлетворение царя, недовольство. Как я послал ему такой дорогой подарок, а он ответил мне мелочью, стоимость которой даже невозможно сравнить с подарком, который я подарил. Не иначе, как он пренебрегает не только подарком, но и мною, вот, и элементарной вежливостью. Узнав об этом, Ради Ягуда ответил. Ты мне послал подарок, который я вынужден буду постоянно охранять. А я послал тебе подарок, который сам будет охранять тебя всю жизнь. В Вавилонском Тормуде, дорогие друзья, в трактате «Авой да Зара» рассказывается еще одна история о Мезузе. О том, что именно она послужила одной из причин того, что знаменитый Гер, празелит, нееврей, перешедший в еврейство, онкалас. Его переводы мы можем найти в любом петикнижье, он перевел Тору на арамейский язык. Так вот, он решил присоединиться к еврейскому народу из-за Мезузы. На него произвело очень глубокое впечатление тот факт, что земные цари только тогда могут спать спокойно, когда многочисленные слуги и воины охраняют их дворец. В то же время, как Всевышний, он позволяет своим служителям, исполняющим его волю, спокойно спать в своих домах. А он, страж дверей Израиля, сам охраняет их. Итак, Мезуза – это завет между Богом и людьми. Бог охраняет тех, кто за дверьми с Мезузой. Люди покупают дорогие дома и не скупятся на дорогостоящие предметы интерьера. Но они часто забывают, что настоящая красота еврейского дома выражается через совершенно недорогой предмет – Мезузу, который вешается на дверной косяк. Будьте здоровы, дорогие друзья! Постарайтесь поставить Мезузу у себя дома, повесить ее, и вы увидите, как ваша жизнь изменится к лучшему. Браха ве отслаха! Шаббат шалом, ваш Равин. Каплах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok